Чемпион мира по самбо Иван Давиденко. Доброе утро, Иван. Доброе утро. Да, еще мы должны обязательно сказать, что офицер и служит в Михайловской артиллерийской академии. Все правильно, да? То есть обширный спектр деятельности у чемпиона мира по самбо. Я все годы служил в академии и, будучи сначала курсантом, затем уже офицером, добивался высоких спортивных достижений. Пожалуй, такое огромное количество кубков и медалей. Давайте с самого главного, наверное, начнем с чемпионата мира. Ну да, вот она медаль, золотая медаль чемпионата мира. Это проходил он в городе Вильнюс, Литва. Это кубок с этих соревнований в 2011 году. Это второе место на чемпионате мира в 2008 год. Я тогда только начинал свой спортивный путь, поэтому только со второго места начал. Ну, со второго, так серебра. Да, проходил, кстати, в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге 70 лет, тогда было самбо, сегодня 77 лет уже исполняется в этом виду спорта. Две золотых медали чемпионатов Европы. Это Италия-Милан и София-Болгария. И пояс и медаль с международного турнира «Битва чемпионов» проходила в Москве. Тоже золото? Да. Ну, в общем, в основном золото. Да, с представителями Германии там встречался. Ну, вот я так понимаю, что и в России, безусловно, самбо, понятно, потому что наш вид спорта популярен. И российские спортсмены сильные, петербургские в том числе, да, петербургские спортсмены ведь не возвращаются без медали соревнований, насколько я понимаю. В том числе и с последних, вот, которые завершились в Марокко. Да, вот буквально вчера завершился чемпионат мира, в Марокко впервые он проходил на африканском континенте. И представитель Санкт-Петербурга Дмитрий Елисеев в дисциплине самбо, в весовой категории до 100 килограмм, завевал серебряную медаль. Ну, и у нас каждый год санкт-петербургские спортсмены на международных соревнованиях добиваются высоких достижений. Давайте посмотрим фотографии, я так понимаю, в основном с соревнований, в которых участвовал Иван. Ну да, да. А вы как раз-то расскажете, что это были за соревнования? Давайте. Это Вильнюс, Литва, чемпионат мира, сборная России уже после соревнований. Это как раз тот самый чемпионат мира, где вы выиграли золото. Федор Емеляенко, где вы успели с ним сфотографироваться? Ну, это вот было на сборах, я не помню на каких именах, конечно, но на сборах для подготовки к чемпионату мира, по-моему. Соревнования. Так, ну и наконец, вы в какой форме? В синей. В синей, да. Это бросок, подхват по две ноги. Вот, это Италия, Милан, чемпионат, после чемпионата Европы, с еще одним чемпионом Европы, с Санкт-Петербургским. Ну и вот, наконец, при параде, в форме. А сейчас занимаетесь тренерской работой? Да, тренерской, да. Веду занятия я в артиллерской академии и вот в комплексной школе, в которой все прямые включения проходили. В том числе, там тренирую. Вы тренируете ребят маленьких совсем или, может быть, юношек? Нет, я тренирую боевое самбо направление именно. У нас боевое самбо с 18 лет только начинается. Вот, поэтому... А им нужно заниматься дота уже после того, как освоили азы обычного самбо? Или можно вот с нуля пришел? Да, дети начинают без ударов в основном, начинают осваивать технику борьбы и уже потом выбирают направление, которым либо в спортивном самбо, либо в боевое самбо. А много ли, кстати, девочек в школе занимаются самбо? Ну, достаточно много. С каждым годом популярность женского самбо тоже растет. И есть... И самые высокие достижения чемпионата мира тоже проводятся. И женщины хорошо себя проявляют. А вот есть разные вообще спортивные дисциплины, боевые единоборства. Почему именно самбо? Вот есть какая-то одна самая главная причина? Вот почему стоит выбрать... Вот если мы решим отдать ребенка в секцию, почему в самбо? Ну, потому что... Самая главная причина, потому что... Это наш национальный вид спорта. В 2003 году у нас вышел даже закон, подписанный президентом, о признании самбо национальной приоритетной видом спорта. И философия самбо, она максимально близка по духу к русскому, к россиянину, так скажем. Направлена она на воспитание настоящего патриота. И это не громкие слова, а действительно реально так. Ну что ж, я предлагаю перейти, так говорится, от слов к делу. Давайте пройдем на наше импровизированное тренировочное поле. И несколько еще приемов нас ждут, мне кажется. Да, я готов стать тем человеком, которого вы будете бросать, выломать руки. Давайте. Так. Ну, так как самбо это у нас наука о самообороне, самооборона без оружия, то тогда я буду обороняться, вы будете нападать. Я готов. Допустим, вы на улице выполнили захват за плечо. Я выполняю залом рукой, кладусь сюда, выполняю захват и сопровождаю. Это удушающий прием, да? Это прием сопровождения. Можно пройти. Дойдемте. Далеко. Дышать трудненько. Прям полицейский приемчик. Второй прием я бросать не буду, но если буду бросать, то будет очень больно. Поэтому, допустим, выполнять удар правой рукой. Я выполняю блок, захватываю руку, делаю шаг, вторую руку между ног. Поднимаю. Дальше идет бросок. Только не бросайте. Не буду. Я уже поверил, что это будет больно. Фу, да. Вот так вот, Никита, вот так вот. Будешь себя плохо вести? Не надо нападать на улице ни на кого, а то вот. Ну, слушайте, ну давайте еще один приемчик. Третий. Давайте заднюю подножку покажу. Допустим, удар левой рукой. Выполняю блок. Шаг в сторону. Вторая рука идет на шею. Мас. Ну и можно немножко бросить. Самый простой прием, в принципе, ему недостаточно и сложно обучиться. Ну как, Никита, как ты себя чувствуешь? Мне понравилось. Ну теперь я, конечно, готов сам уже бросать, но боюсь, что для этого нужно немножко потренироваться. Ну да. Так сходу не сделать такой бросок. Спасибо большое. Иван Давиденко, чемпион мира по самбо, был в студии Live 78.